Ответ на запрос суда, который уже оглашался судом главы Аскийского района, от 6 февраля 2018 года. Также постановление об отказе, которое при общении настоящим судебным заседания подождя Ходовко со стороны Исаев, постановление об отказеvt возбуждения ГУ17, следователи по УДСО по Аскетскому району СССР пельсо titikak souffulpите хакассия от 11 ноября 2016 года. Постановление об отказе, возбуждение о ГУ17 рейтингу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова по сути, предметно-судебного разбирательства, о том, имели ли место те события, под которыми они подписывались. Я, насколько я понимаю, у вас когда-то есть об отложении судебного расседания? Об отложении, да, с целью обеспечения возможности вызова указанных свидетелей подписантов. Ответчикам Ушенко? Ответчикам Ушенко и к суду мы обращаемся с просьбой, тогда вызвать указанных свидетелей подписантов, то есть, чтобы выяснить, действительно ли имели место те события, которые были указаны в письме, подписанном им, то по обращению к главе администрации. Суд заявлено когда-то судопонятно, стороне из себя судопонятно. Уже в суд мы возгружаем, пока что одноправдно мы затягиваем изменение процесса, поскольку данные хозяйства уже заявлялись о вызове данных свидетелей, данные были удовлетворены судом, но то, что свидетели не пришли, мы не можем как-то этими последствиями, соответственно, мы могли бы воспринимать какие-то меры со стороны, стороны обеспечивать явку и так далее. Поэтому мы полагаем, что данные хозяйства навязываются не обоснованными, а направленными на всякие процессы. У меня сторона не правильно поняла. Я заявляю сейчас в ходатайство о вызове в суд указанных свидетельствах в качестве свидетелей, я как раз прошу оказать в суд содействие, потому что самостоятельной возможности суда доставить этих свидетелей у нас нет, и они, соответственно, в суд не явились, а Ушенко заболел. Для реализации права ответчика ГИШ необходимо допросить указанных лиц, поэтому мы и заявляем в ходатайство, а вызове их и допросим в качестве. Я и говорю, такое ходатайство уже было разрешено, предыдущее удовлетворено, более того, насколько неизвестно, какое-то было обращение к работодателю, вот этих свидетелей там с повестками, насколько я помню, чтобы они явились, но они не явились, ну что, теперь бесконечно отваливаются. В суд не разговаривали, если их не вызывали же повесткой в суд, мы ходатайство на вызове, то есть Ушенко это Ушенко. По самом деле суд дважды. Направлялись, да? Направлялись обращения в адрес руководителя школы, у нас нет данных о том, где они проживают, поэтому мы работодателю, обратились к работодателю, чтобы руководитель образовательного учреждения посодействовал в обеспечении явки. То есть у нас первое, получается, мы отложились, у нас судебное свидание не состоялось, поскольку было от Ушенко Сергея Михайловича ходатайство со ссылкой на нормальные морозы и невозможность явки, в том числе обеспечение явки. У меня в связи с этим круг лиц, которых мы намеревались допросить в качестве свидетелей, он уже был определён у нас. У меня сейчас тогда ходатайство всё-таки по направлению работодателю запросу суда с требованием предоставить данные о месте жительства указанных лиц и, соответственно, ходатайство о их вызове в качестве свидетелей направить указанным лицам, то есть по адресам представленным уже, соответственно, работодателям. Так всё-таки у вас ходатайство об отложении направления обращения об обеспечении явки или среднее? Мы не можем на школу обязать обеспечить явку, то есть руководствуясь гражданским профессиональным законодательством мы можем просить в суд об истребовании их адресов и, соответственно, в суд запросить персональные данные. Почему персональные адреса? Мы всегда в адресах запрашиваем в судах. То есть, если свидетель нам известен, это работник, у нас работодатель не обеспечивает явку, у нас есть право вызвать свидетеля, мы должны суду назвать фамилию и имя отчества и адрес места жительства, либо место работы. Мы называем адрес места работы, называем фамилию и имя отчества, они не являются. То есть, сведений о их надлежащем извещении, о необходимости явки в суд нет, иначе бы мы заявили хозяйство о их приводе. Поэтому мы, в общем-то, вот эти блоки каким-то образом должны снять. Я полагаю, что вполне себе будет правильным и законным истребовать данные, либо поручить тогда их известить по месту работы. То есть, если их не извещает руководитель сегодняшний о необходимости явки в суд, то это о многом говорит. Судно пытается каким-то образом ходатайство этим менять. Я понимаю стремление представителя любым способом затянуть, отложить судебное разбирательство. Оно очевидно. И данное ходатайство также не подлежит удовлетворению. Представитель говорит о том, что работодатель не доводил до сведений и так далее. Откуда такие сведения имеются? Неоднократные извещения суда. Я не думаю, что работодатель не доводил. Ему-то какая разница, какой резон. Безусловно известен, но свидетели не приезжают. Что вы собираетесь? Вы возражаете? Да, возражаю. Я поддерживаю. Поддерживаете представителя? Хотим что-то говорить? Может быть я не владею материалами дела. Может быть представители сами владеют материалами дела. Если я правильно понял сведения о надлежащем извещении, о необходимой съявке для допроса в качестве свидетелей, указанные лицами материалы дела не имеются. О судебном извещении. Если я ошибаюсь... Профессионально указанные лица не извещались. Было обращение именно в адрес руководителя школы в область Камужинская СОЖ. Вот в связи с этим понятно было. Я не пытаюсь каким-то образом затянуть дело. Это у нас все... Я не ошибаюсь. Руководитель у нас в день проведения предыдущего судебного задания заявил о том, что он, по-моему, заставал лиц занятия в школе из-за того, что пришлось именно освободить часть коллектива педагогического от учебного процесса. Ну, в связи с этим это понятно? Я сейчас о чем? Я бы сразу покорректировал сейчас свою позицию. Но я-то о чем сейчас говорю? Нет никакого стремления затянуть процесс. Я вижу стремление ИСА его почему-то ускорить. У нас все очень просто. Есть ряд подписантов, которые сведения подтвердили. И выяснить у них, подтверждают они эти сведения или нет, это необходимо. Потому что вопрос достоверности, изложенной в данном документе сведений, имеет ключевое значение для разрешения ИСА. И все... Какая проблема-то? А то, что их сейчас удерживают каким-то образом, я так полагаю... Суть? Суть понятная. Вы разбаваете, я что-то здесь? Два слова. Но нет никакой проблемы. Мы полгода уже здесь рассматриваем. Ну, кто... Почему не было заявлено ранее, когда-то... То есть, ну, дело в завершении исследований. Мы начали вызывать свидетелей. Учитывая мнение участвующих в суд, удовлетворение ходатайства отказа, в том числе основа своего решения на длительность рассмотрения дела, на состязательность процесса. Я полагаю, что у стороны ответчика имелось достаточно времени и возможности обеспечить самостоятельную явку данных свидетелей, учитывая, что сам Сергей Михайлович нас пояснял, что он лично знаком с каждым из заявленных качеств людей. Радство рассмотрено и нехрадство иметь. У нас есть просто замечание с моей стороны, что да, у нас есть ответчик Ушенко, он не предоставил, не исполнил, будем так говорить, свое обещание обеспечить явку свидетелей. У моей доверительницы обеспечивать явку указанных свидетелей нет. Поэтому я вот как бы под протокол замечание делаю, что мы на сегодняшний день лишены возможности доказывать достоверность оспариваемых сведений путем доклоза доказанных лиц. Хотелось бы уточнить, вы замечание кому делаете? Я делаю замечание, возражение относительно в данном случае, есть ли председательствующего тот протокол. Потому что мы сейчас вот реально лишены, с учетом поведения Ушенко, мы лишены возражения. Как будто это, что слово замечание, оно некорректно звучит? Прошу прощения, Ваша честь, но замечание не председательствующего, а замечание еще иное слово и значение имеет на русском языке. То есть я замечаю… Это Ваше пояснение. Это просто разрешено. Ваша позиция понятна. Когда-то есть нет. Учитывая, что когда-то есть нет, пояснений, насколько там документов нет не будет, суд считает судебное разбирательство по существу оконченным и переходит к стадии судебных премий. Премьер предоставляется возможности в стране ИСЦА. Спасибо. Иванова Георганова обратилась во списке районных судов с иском Кушенко о защите чести и достойности для его реакультации. Поводом для обращения с иском послужила статья хакасского прокурора-дельского обусмена, протестирующего с кунжой, размещенной в сети интернет на сайте реальной хакасии 31 мая 2017 года. ИСЦА считает, что информация, вложенная на спорные статьи, а именно в 8 фрагментах, указанных в иске, не соответствует действительности, порочит честь и достоинство для его реакультации ИСЦА, то есть содержит предметы информации. По данной категории дел, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24 февраля 2005 года номер 3, подлежат установлению следующие обстоятельства, фактор состранения сведений, порочащих характер этих сведений и несоответствия этих видений и действительности. Применительно к нашему делу указанное приятельство установлено и доказано материалами дела, фактор распространения информации. Согласно пункту 7 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда, под распространением сведений, порочащих честь и достоинство, следует понимать опубликование таких сведений в печати, радио, телевидении, СМИ, а также в сети интернет. Спорная статья опубликована в сети интернет на сайте Реальной Хакасии 31 мая 2017 года. Собственником данного сайта, судом установлено, является ГИШ Елена Николаевна. Размещение на данном сайте спорной статьи подтверждается протоколом осмотра, заверено нотариально. Таким образом, первый элемент является доказанным и имеется в чем имеется материал и дело. Порочащий характер сведений. Согласно лингвистическому исследованию 10 июля 2017 года, проведенное специалистом Пекарской Ирины Владимировны, которое имеет научные звания, доктор филологических наук, профессор, компетенция, которая не вызывает никаких сомнений. Информация, изложенная о спорной статье именно в предметах 1 и 8, является негативной, касается юстиции и является утверждением о факте. Пунктом 9, вышеупомянутого постановления пленума баз указано в силу пункта 1 ст. 152 гражданского кодекса обязанность доказывать соответственно действительности распространенное сведение лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, которым предъявляется иск, а также опорочащий характер этих сведений. Истон полностью выполнены условия, установленные пленумом. Доказан факт распространения и доказан напорочили их характер. Ответчики Ушенко и Гиш не представили судоубедительных доказательств надлежащих о том, что сведения, которые являются порочащими в отношении в отношении инвестиций, они соответствуют действительности. Напротив, все имеющиеся в деле доказательства не подтверждают или опровергают опубликованные факты, изложенные в спорной статье. По фрагментам 1, 2, 3, 4, 5 спорной статьи. В поле судебного разбирательства были допрошены свидетели, в частности, Воронина, учитель биологии, которая пояснила, Миролова ни ее, ни учителей не оскорбляла, не придиралась, не обнобила, препятствий для работы не чинила. Свидетель также пояснила, что какие-либо претензии, обиды со стороны учителей, они были имели место, были связаны с требованиями Мироновой выполнения трудовых обязанностей. Что касается письма, которое представил материала дела от Вечи Кушенко, то пояснило, что она его подписала на эмоции. Но при этом данный свидетель и также другие учителя, подписавшие это письмо, сказали от Вечи Кушенко, чтобы он это письмо не обнародовал и никому не отправлял. Далее, второй свидетель от Оргашева, который является исполняющей обязанности директора школы, пояснило, что письмо, представленное на Ушенко в дело, она подписала две-три недели назад, то есть до ее допроса. Допрос проводился 14 декабря 2017 года в соответствии с протоколом судебного заседания данных свидетелей, в том числе от Оргашевой. Получается, в спорный период Оргашева никакого отношения к данному письму не имела. Свидетель пояснила, что она подписала это письмо без цели и сожалеет об этом. она поясняла, что неправильно поняла позицию Мироновой, что у Мироновой полагает, что следитель могла занять ее место каким-то образом и смещала ее. Она разобралась об этом и сожалела о том, что она это подписала. Также данный свидетель пояснил, что со стороны Мироновой никаких также взятых отношений ни к учителям, ни к ученикам не было. Все требования со стороны Мироновой в рамках закона либо соблюдать необходимый устав, это требование ученикам в выдвигала Миронова либо соблюдать должностные обязанности для учителей. По поводу увольнения учителей, то те, данный свидетель пояснил, то те учителя, которые увольнялись, в частности называв имя Чистыгашева, это было связано со сменой жительства, то есть переездом в город населенных пояснил, что за период работы Мироновой в должности директора в школе Бесконжинской были неплохие результаты. Трое учеников закончили школу с отличием в 2015-2016 годах, в 2017 году один закончил с отличием улучшились в 2015-2016 показания поступления выпускников в ВУЗе, как директор знает свою работу, получила почетную грамоту за педагогическую деятельность 25 лет. То есть это, по сути дела, представитель, скажем, высшестоящей организации школы такую дала оценку деятельности школы под руководством Мироновой. Трояков, свидетель Трояков, учитель физкультуры, также пояснил, что Миронова никогда никого не оскорбляла, ни его, ни других учителей, никого не гнобила, не препятствовала, не чинила препятствия в осуществлении их профессиональной деятельности. Все, скажем, ну, претензии к Мироновой, они сводились только лишь в связи с рабочими моментами, то есть, в связи с требованиями Мирона, которые были, безусловно, в рамках закона. Также Трояков пояснил, дал показания, что свидетель рассказал, что с приходом Мироновой в школу появились новые окна, двери, стало в этом плане лучше. По сравнению с другим директором, Миронова всегда была на работе. Были директора, которые не всегда на работе были, и коллектив был разлажен. А Миронова всегда требовала от работников выполнения обязанностей. Когда Миронова стала требовать выполнения работы, то сразу это никому не понравилось. И мне, в том числе, так свидетель говорит. потому, мы поняли, что а потом свидетель поясняли, что на них дошло, что дисциплина это неотъемлемая часть работы. Свидетель также пояснил, что та дисциплина, которую установила Миронова, осталась и сейчас. То есть ничего не поменялось. Свидетель также пояснил, что старшие классы, которые выпустились, они хорошо отзывались о Мироновой, а средние они недовольны были. Но в связи с чем свидетель поясняет, потому что курят, Мироновы делали замечания и запрещали. У коллектива, свидетель поясняет, у коллектива мнение Мироновой сложилось строго и требовательное. но не авторитарное. Свидетель Мусанова, это белопроизводитель, пояснила, обстановка в коллективе была абсолютно нормальная, рабочая со стороны Мироновой, каких-либо резких выпадов в сторону учителей и учеников не было. лично меня, свидетеля, порадовала эта обстановка, усилила дисциплину, трудовая и ответственность. Все было на высоком уровне. я не встречала фактов, чтобы, свидетель поясняет, что она не встречала фактов, чтобы Миронова как-то унижала, гнобила, оскорбляла или испытывала неприязные отношения к коллективу Свидетель считает, что Миронова была на своем месте, она работала с полной отдачей, уникала во все проблемы, в самые мелочи, всегда у нее были планы, перспективы, она не давала закиснут коллективу. Это подлинные слова свидетеля. Миронова всегда требовала от учителей в рамках закона и должностных инструкций. По поводу письма свидетель, который представил Ушенко от дела, свидетель пояснила, что видит его первый раз, что в нем изложены какие-то общие фразы, факты, изложенные в письме, свидетель не подтвердил. Свидетель пояснила, что жала именно такого плана, как указано в этом письме, она не слышала. Были какие-то конфликты, но это были рабочие моменты. Далее, уважаемый суд, в материале имеется письмо обращения коллектива учителей, главе муниципального образования Носкидский район, в котором учителя, это там, я насчитал по крайней мере порядка 15 учителей, даже весь состав, просят главу оказать содействие в ограждении и Миронова, и школы, коллектив школы от нападков Ушенко. Данное письмо подписаны в том числе и те учителя, которые подписали вот это письмо, которое представил Ушенко, от которого, собственно говоря, они потом и указывали на то, что они подписали к сожалению, в частности Воронина, я не понимала изначально Миронова, где она шутится, где она говорит правду, какая-то могла быть у нее обидеть. Таким образом, уважаемый суд, те факты, которые изложены в фрагментах 1 с 1 по 5, они не нашли свое подтверждение и опровергаются показаниям свидетелей. Но это коллектив. Они, в принципе, пришли честно и открыто, откровенно дали показания. У этих свидетелей не было никакой заинтересованности говорить неправду, ни под каким предлогом, ни под предлогом страха, ни под предлогом выгородить. Почему? Да потому, что в настоящее время моя доверительница она рядовой учитель. То есть она не является должностным дельцом, директором, не могла как-то на них произвести и так далее. И при этих обстоятельствах их показания абсолютно в списке и правдивый характер. То есть они просто сказали все, как на самом деле было. Да, действительно пришел новый директор, стал устанавливать новые порядки, вышесточить дисциплину. До этого все были расхолажены. Конечно, это никому не понравится. И, соответственно, реакция делали у 8 2 3 Продолжение следует...